И сегодня тема моей проповеди называется «В процессе». Это именно название, тема «В процессе». У меня к вам начнем с вопроса. Что важнее, друзья, как вы думаете, процесс или результат? Что если процесс идет, а результата нет? Вроде бы человек занят, но как бы без толку. Процесс идет, но неизвестно, к чему он приведет. Нет, процесс идет, но непонятна цель. И я думаю, что большинство из нас, я первый, который утверждал очень много и долго, что нам не совсем интересен процесс, нам важен результат. Я вообще человек очень требовательный к себе и, наверное, к другим. И для меня результат, целеустремленность, ну, жена подскажет, что это часть моего характера. Для меня результат – это очень-очень важно. А процесс, ну, так себе. И вот я стоял на таких позициях, что нам не интересен процесс, нам важно, самое главное – результат. Но сегодня я хочу поделиться с вами большим откровением, друзья. Результат невозможен без процесса. Результат невозможен без процесса. А процесс может быть медленным. Процесс может быть непонятным. Кажется болезненным, длинным, неопределенным. Что же такое процесс? Определение. Это серия или набор действий, которые поэтапно изменяются, взаимодействуют с целью получения результата. Многие сегодня, люди находятся в процессе. Многие ждут ответа от Бога, ждут перемен, ждут помощи. Всем нравится результат и плод. И почти никому не нравится процесс. Часто он непонятный, часто вызывает много вопросов. Но любой чемпион и спортсмен, который получает медаль, можно назвать медаль – это результат. Но путь к медали – это называется процесс. Диплом, который человек получил по окончанию университета – это можно назвать результат достижения. Но путь к диплому, уроки, бессонные ночи, спортсмен, который тренируется, потеет, диета, ограничения – это все называется не очень легкий, не очень приятный процесс. Процессы бывают разные – и длинные, и короткие. Приготовить кушать на такой званный красивый обед может занять процесс 5 часов. А получить диплом – тоже процесс, но может примерно занять 5 лет. Вопрос к вам, друзья. Когда родился ребенок – это результат или процесс? Ох, как ваши мнения разбежались. Я слышал и результат, и слышал и процесс. Правда, очень интересно. Такой вопрос, и сразу у всех мнения разные. Повторю вопрос, родился ребенок – это результат или это процесс? Опять результат, процесс. Голосовать не будем, попробуем вместе разобраться. Друзья, смотря как посмотреть, смотря как анализировать, по-разному мы с вами оцениваем ситуацию. И с одной стороны, это результат, явный результат, который даже дает свой голос. К этому шли. И с другой стороны, мы понимаем, что это впереди еще длинный процесс. Воспитание, роста, развитие и так далее. Оказывается, друзья, можно сказать, что это и да, и нет. И результат, и процесс. У меня к вам следующий вопрос. А от чего зависит наш ответ? Почему некоторые думают результат, некоторые думают, что это процесс, и то, и то правда? Но я думаю, друзья, часто ответ наш на подобные вопросы зависит от зрелости. Опыта жизни. Человек, который родил уже не одного ребенка, он понимает, что да, это и результат, но он больше, больше, больше осознает, что это, ох, какой еще и процесс. Вырастить, воспитать, привести к Богу, правильно отдать замуж и так далее. И вот, друзья, можно рассуждать в этом же направлении, например, посаженное семя в землю. Помидоры, помидоры, огурцы, и вырос росток, уже, уже пробился сквозь землю. Это результат? Или это процесс? Друзья, вы знаете, что еще одно большое откровение, к которому я пришел, это то, что часто в нашей жизни, независимо мы это понимаем или не понимаем, хотим или не хотим, один процесс сменяется другим. Еще раз повторю, хотим или не хотим, один процесс сменяется другим. И так мы в жизни с вами переходим от одного этапа к другому. Молодые люди, женились, свадьба, ура! Это результат? Или процесс? Хух, опять разделились мнения. И снова, друзья, смотря как анализировать. Оказывается, это и результат. Так долго шли, мечтали, молились, готовились, сколько денег потратили. Хух, отыграли свадьбу, кажется, достигли результата. А с другой стороны, ведь это же большое начало. Это только начало, это весь процесс еще впереди, друзья. И очень важно заметить, что смотря на молодую семью, которая только женилась, мы все с вами опытные понимаем, что этот процесс только начался, и этот процесс так сильно будет влиять на них. Ох, как он будет влиять на одного и на другого. Как он будет формировать, как он будет немножко мять, как он будет рихтовать характеры, как будут иногда меняться приоритеты. Процесс начался, процесс пошел. Но он влияет на них очень сильно. Все люди, друзья, сегодня в процессе. Верующие и неверующие. Многое непонятно, много вопросов. И вопрос сегодня к нам, к тебе. В каком ты процессе находишься сегодня? И главный вопрос, кто над этим процессом? Кто над этим процессом в твоей жизни? Мы иногда, как люди, часто наш рефлекс очень неестественный. Мы пытаемся управлять процессом. Хотим что-то улучшить, изменить, и это нормально. Но приходит момент, когда ты полностью-полностью теряешь контроль над процессом. Ты хочешь управлять, ты хочешь менять, но это вообще не в твоей власти. Вообще. Ты ничего не можешь изменить. Ты понимаешь, что просто идет процесс. Процесс непонятный, процесс болезненный. Он долгий, он вообще неопределенный. Хочется, чтобы он быстро закончился. Тебе непонятна цель, но процесс идет. Это все равно, что ты сел в лодку, и ты плывешь. И ты уже вроде бы не рад, что ты туда сел, но ты уже в лодке. Ты уже на середине. Ты уже отдан волнам. Ты уже можешь там карабкаться, как-то там веслами машешь. Но это уже все. Ты уже отдан, ты уже поплыл. Ты в процессе, ты сел в лодку жизни. И надежда, и утешение во время этих трудных процессов в нашей жизни приходит от чего? От кого? Приходит надежда, надежда, что процесс закончится хорошо. От того, смотря кому ты доверил, смотря под чьим ты руководством, кто над этим процессом. И даже, друзья, если ты, кто смотрит эту проповедь онлайн, не веришь в Бога, не веришь, не признаешь суверенный авторитет Божий, не доверяешь никому и ничему, у тебя иногда даже просто нет выбора. Ты просто настолько захвачен жизнью, волнами, ветрами, что ты просто цепляешься за любой шанс, хоть как-то удержаться на воде. И ты в процессе. В простой жизни это можно легко увидеть, как мы иногда, люди, доверяемся процессам, где мы вообще не уверены, чем это закончится. Но мы выбираем доверять. Вот смотрите, давайте просто оставим пока Бога в сторону, временно. Хотя вообще по жизни Его никогда не стоит отставлять в сторону. Есть такое выражение, если бы не Бог, то не дай Бог. И вот, друзья, представьте себе, что вам предстоит серьезная операция, серьезная операция. И вы, как человек, вы понимаете, что вы сами себе помочь не можете. Вам нужен хирург, и вам нужен не просто какой-то, вам нужен специалист. А представьте себе, что это вообще какая-то микрооперация. Представьте себе, что это мозги. Это вообще такой сложный компонент человеческого организма. И там вообще разобраться, там редкие люди, которые вообще там что-то разбираются. И то вопрос вообще, если они что-то вообще понимают. И ты понимаешь, что твоя жизнь, она на волоске. И ты приходишь к этому доктору, и доктор тебе объясняет все риски, все риски. Дает тебе список там всех побочных действий. Ты так смотришь на него с такой надеждой, и, наверное, не перечитал список до конца всех рисков. Ты подписываешь бумагу собственной рукою, беря все риски на себя. И говоришь, доктор, хирург, делайте, вскрывайте череп. Вау! Здоровый бы человек сказал бы сбоку, ты что? Ты кому доверяешь? Ты хоть бумагу, ты хоть маленький шрифт прочитал, что там какие опасности? Ты вообще понимаешь? Ты же этого дядю вообще не знаешь. Как же ты незнакомому человеку, вообще не понимая все, чем закончится, как ты доверяешь? А вот, друзья, так вот в жизни бывает. Процесс идет, и независимо от твоего возраста, богатства, образования, вероисповедания, ты просто кому-то в жизни выбираешь, и ты доверяешь свою жизнь. Подписываешь документы и даешь право. Точно так же, друзья, каждый человек на земле верит в Бога, не верит. Независимо от стажа, независимо от образа, он рано или поздно, он подписывает документ. Добровольно выбирает и говорит, тебе, вот там, тебе Бог на небе, я тебе доверяю. А если ты в Бога еще не веришь и отрицаешь, то приходят иногда в жизни моменты, когда даже если ты его всю жизнь отвергал, ты цепляешься за шанс, любой шанс, и ты соглашаешься быть в его процессе, в его процессе. Читаю с вами, друзья, Еремии, 18 глава, с 4 по 6 стих. Еремии, 18 глава, с 4 по 6 стих. Чуть раньше написано, Бог обращается к пророку и говорит, встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. Подчеркиваю детали. Сам Бог посылает человека в конкретное место. В конкретное место Бог посылает человека. Он мог бы дать ему это откровение в комнате, но он ему говорит, нет, тебе надо передвинуться, пойти изменить обстановку и пойти в конкретное место. И дальше. И вот сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд. Какой горшечнику вздумалось сделать? И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот то, что глина в руке горшечника, то в моей руке вы, дом Израилев. Здесь идет очень преобразная картина, иллюстрация взаимодействий Бога и человека на земле. Зачем Бог прислал пророка в дом горшечника? Первое откровение, чтобы смотреть. Не только слышать, но смотреть. Дальше. Смотреть на что? Смотреть на красивые готовые изделия, на керамику, на красивые кувшины, сосуды. Смотреть на профессионализм самого горшечника. Смотреть на качество глины. Смотреть на обстановку оборудования. Откровение номер два. Самое главное откровение. Смотреть на процесс. Это тема нашей проповеди. Смотреть на процесс. Наша главная мысль в процессе. Представьте себе, вот эта вся затея Бога. Донести человеку одну центральную мысль. Посмотри, как работает процесс. То, о чем мы часто не думаем, не понимаем, не осознаем, но он точно есть. И в этом процессе задействованы следующие лица. Первое. Бог – это горшечник. Это тот, который работает с этой глиной. Это Бог, создатель, творец. Второе. Главные герои – это глина. Глина – это мы, это люди. Это все люди. Это глина в руках Господних. Господь с этой глиной делает, что Он хочет. И как Он хочет. Он, Его цель, чтобы из этой глины, из тебя, из меня что-то в итоге получилось. И если не получается, тогда Бог, Творец имеет право эту глину менять форму, преображать, давить, как-то влиять на процесс, чтобы в итоге добиться результата, который хочет сам Бог. Это называется «мы в жизни в процессе». И дальше финальный этап – это сосуд, который выполняет свое предназначение по мнению Бога и по воле Божьей. Как работать с глиной, я признаю, что я не специалист. Но пришлось немножко почитать и поизучать, как вообще это работает. Вот вам поделюсь, что я вычитал. Куски глины часто бьют деревянным молотком. Глину важно просеять, перед тем, как ее использовать, и отсеять от маленьких камешков мусора, соломы и разной примеси. Слушая эту процедуру, нам нужно понимать, что глина преобразна – это мы. Дальше ее нужно раздробить материал на маленькие кусочки. В зависимости от цели, иногда залить горячей водой. После набухания глину нужно начать мять, переминать. Потом очень важно хорошо отбить. Как? Ну, слава Богу, вы пока улыбаетесь. Чтобы вышли пузырьки воздуха, называются еще воздушные карманы, которые присутствуют в глине. Это вот всякая примесь, может быть, это можно сравнить, я так предполагаю, с нашими такими вредными привычками, характерами, какими-то неправильными действиями, какими-то плотскими нашими качествами. Нужно выдавить, чтобы весь этот воздух, вот эта вся пустота, которая мешает форме, чтобы она вся вышла полностью, чтобы оказался качественный продукт, который поддается лепке, который стаёт мягким, гибким, поддатливым. Поддатливым. Потом хорошо помять, потом изделие нужно высушить и обжечь. Температуру доводят, проверьте сами, это выгоняет органические вещества, испаряется жидкость, изделие закаляется и стаёт твёрдым. Вот такой процесс, который обычно проходит глина. С глиной как-то понятно. А вот если глина мы, ну как-то не совсем. Не то, что понятно, но точно неприятно. Но здесь мы с вами прочитали. Эту иллюстрацию Бог даёт сегодня людям. Бог, Он создатель, имеет план, имеет волю, имеет предназначение и ожидает что-то от каждого человека. Бог может менять форму. Интересно, что вот когда стоит быть внимательным, потому что смотреть и видеть это разные вещи. Слышать и услышать это тоже разные уровни. Знать информацию и понимать это тоже отличается. И вот интересно, когда мы с вами читали, что кувшин не получился в руках горшечника и развалился, можно сказать, ну, непрофессионал. Вот тот, кто делал этот кувшин-сосуд, непрофессионал. Но интересно, что в английском переводе, там написано, если можно вернуть этот стих, написано «It didn't turn out as he had hoped». То есть получается, что этот сосуд не получился таким, как Бог хотел, чтобы он получился. Не таким, как у Бога было запланировано предназначение, форма и предназначение этого сосуда не достиг этой цели, которую Бог хотел. И дальше Бог начинает, как написано, это все снова ломает, лепит все в лепешку, а это же все больно, это же все крики, это же все эмоции, это же все стоны, это же все вздохи, слова закончились. Вот это, когда нас лепят в лепешку, снова в глину, снова в этот комок, и начинается весь процесс снова сначала. И потом вроде бы снова не получилось. если мы считаем, и он снова начинает заново делать то, как ему вздумалось. Здесь настолько подчеркнута вот эта Божья суверенность, его власть и авторитет. И вот это откровение нам, верующим людям, настолько должно облегчит наши страдания, наши громкие вопросы, почему, которые настолько мучат нас. Каждый день в нашей жизни у нас сколько неотвеченных вопросов. И самый громкий, и самый частый, это почему, Господи? Ну, вы знаете, друзья, что я думаю, что вряд ли глина может опуститься на тот уровень или подняться на тот уровень горшечника и понять, почему. Я вчера с моими детьми строил картонный домик. Просто ради проведения времени с детьми. И когда мы поехали в Хомдипо, я купил такую деревянную длинную доску для укрепления крыши. И мои дети начали возмущаться и говорить, нам эта доска не нужна. Нам эта не нужна. Это длинная... Зачем она? Не надо. Они меня пытались убедить, потому что они на Ютуб посмотрели какое-то видео, как нужно строить домик из картона. Я им говорю, я без Ютуба знаю. Доверяйте папе. Мы, скажу вам честно, мы так чуть-чуть накалились. Я им говорю, нет, папа должен это взять. Они спорили. И потом второй подключился и начать спорить. И самая младшая моя малявка, которая вообще ничего не соображает, начала спорить, что эту доску не надо. И как я им объяснял, что нужно это для этого строения картонного домика, никто из них не согласился. Поехали мы домой, построили мы домик. Потом я им показал предназначение этой палочки, которая держала эту картонную крышу. Они все поняли цель, все согласились, что папа был прав. Но вот в тот момент, в тот момент, они не могли подняться на этот уровень. У них был вопрос, почему папа? Как бы им папа не объяснял, они не смогли подняться и не смогли принять объяснение папы. Друзья, эта иллюстрация взрослым нам всем должна понять, что нас вот это часто душит. Вопрос, почему? Но как бы нам не объяснял горшечник, я знаю, что это трудно, трудно принять к себе, но глина иногда не может понять уровень горшечника. У нас есть только два варианта. Довериться или нет? Доверять или нет? И когда человек отдается, доверяет, приходит такая легкость, я доверяю. Я доверяю. Процесс идет. Если ты не доверяешь, тебе же легче не стало. Ничего же не изменится в твоей жизни. Ты все равно будешь мучен этими же вопросами. Но нам, друзья, важно в этом вопросе доверять. Потому что вот это пересеивание, вот эти воздушные карманы, вот эти пузырьки, которых нужно глину вот эту взбивать, давить, месить, мять, переминать и хорошо ее мять, оно для нас неприятно. Но все с одной целью, чтобы из нас что-то в конце в итоге получилось. И когда мы задаем вопросы, то по этому поводу Исаии 45 глава 9 стих написано, горе тому, кто перепирается, спорит, бунтует против Создателя своего, черепок из черепков земных, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, Боже, со мной. Ну как ты со мной можешь такое делать? И твое дело скажет ли, у него нет рук. Друзья, не глина указывает, наше признание авторитета Божия, признание его власти в нашей жизни, это очень важный фактор. Многие скажут, что я давно это признал, но я, позвольте мне с вами поспорить, что я тоже так думал, что я признал, я верующий, я Богу служу, я в Бога верю, я Богу доверяю. Но когда начинается процесс, процесс начинается, и процесс затягивается, тогда мы видим на практике, оно не совсем так, как мы вроде бы говорили. Интересно, что, друзья, Бог не выбрасывает материал, с которым Он работал, и Он не достиг результата. Здесь вот эти детали тоже важны для нас, Он эту же глину, этот же, эту же, с которой Он лепил что-то. И человек что-то ходил, пробовал, мечтал, женился, что-то делал, и потом раз так, все, раз опять, и заново, заново начинает месить эту глину. И мы, кажется, задыхаемся, кажется, все закончилось, никакой надежды нету. Но, друзья, когда мы понимаем иллюстрацию, понимаем процесс, и верим, и выбираем, что я вот именно в этом процессе нахожусь, и я знаю, кто над моим процессом находится, то тогда, друзья, есть надежда. И Он снова из этой же глины дает снова шанс, снова новый шанс, и начинает лепить из нее что-то снова доброе, и делает новый сосуд, который исполнит свое предназначение. И вывод, который пророк делает в итоге, пойди, передай это людям, передай это людям, расскажи людям, есть люди, есть Бог, есть процесс, есть результат, результат невозможен без процесса. Мы глина в Его руках. Самое главное, друзья, нам помнить и верить, в чьих ты руках. Второзаконие, 33 глава, 3 стих, написано истинно, Он любит народ свой, Он, Бог, с большой буквы, Он любит. И дальше, все святые в руке твоей, как важно здесь руки, как важно в этом процессе руки, в чьи руки ты попал. Все святые, христиане, все святые, они в руке твоей, они припали к стопам твоим, и они внимают словам твоим. Еще одно откровение. Они в руке твоей, они у ног твоих, и они принимают слова твои. Как важно, друзья, здесь понимать, что мы когда-то в своей жизни, мы тоже отдались в Его надежные руки. Несмотря на все процессы, несмотря на все вопросы, я не жалею ни одного мгновения в том, о том, что я в Его руках, что я в Его процессе. Друзья, это откровение когда-то мне дало большое облегчение. Облегчение в мучениях и вопросах, которые просто давят. Друзья, главное, это в чьих ты руках. В любом случае, ты в каких-то руках. В любом случае, есть власть над тобою. Есть силы в духовном мире, которые выше тебя. Духовный мир, он реальный. Мы понимаем, что иногда даже и врачи не могут решать каких-то определенных вопросов. Но, друзья, в чьих ты руках, Исаии 64 глава, 7 стиха, написанное из нового перевода, читаю, никто не призывает твоего имени и не хочет держаться за тебя. Поэтому ты скрыл от нас свое лицо и отдал нас в руки наших грехов. Вот, друзья, еще вариант, в каких руках мы можем быть. Помните, я перед этим читал, что ты, глина, в руках Божьих. И вариант другой. Ты отдан в руки свои, в руки грехов своих. И дальше вывод. И все-таки, Господь, ты наш Отец, мы глина, а ты наш горшечник. Все мы дело рук твоих. И дальше читаем по контексту, там написано, и гневаясь, Господи, без меры, не вспоминай наших грехов, взгляни на нас, молим тебя, Боже. Дальше идет покаяние, 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 признание Божьих авторитетов, Его суверенной власти над землею, над человеками. Это то, что сегодня нам очень важно понять, друзья. Мы можем не признавать Создателя. Мы можем быть, кажется, нам хочется постоянно спрыгнуть с этого кружала. Постоянно хочется убежать. Хочется управлять. Но ты уже пробовал. Согласись, ты уже пробовал управлять своими руками. И немного получилось. Вот почему сегодня нам важно понимать процесс. И понимая процесс, мы можем ожидать результата. Брат и сестра, если сегодня ты разбит, разбит жизнью, обстоятельствами, безнадежностью, это могут быть работа, финансы, здоровье, твои отношения, твои дети, если ты развалился, внутри развалился, еще ты ходишь вроде бы, еще можно видеть глину, которая передвигается, но разваленная уже давно внутри пепел, кажется, остался только грязь. И вот из этого пепла, из этой грязи всемогущий Бог снова может брать в свои руки и лепить заново и заново и заново фокусируйся не на том, на разваленной глине, но фокусируйся на том, что ты в Его руках, Его руках. Даже если ты был сосудом и было время, ты жил хорошо, все казалось красиво, и потом остались, остались, остались только осколки, только кусочки. Так здесь следующее откровение, что если ты в Божьих руках, то есть надежда на восстановление, при условии, что ты доверился Божьим рукам, даже если остались только осколки от мечты, от судьбы, от жизни, от всего. Друзья, есть надежда на восстановление, что Бог снова что-то слепит. Даже если пришло зло в твою жизнь, то написано, что наш всемогущий Бог, Он способен зло обращать куда? В добро. Бог способен зло обращать в добро. Бог способен, когда мы все равно Ему доверяем. Но часто, проходя подобные процессы, у нас вопрос, а подлинно ли сказал Бог? Это вопрос из уст дьявола. А правда ли, что Бог обещал, о Божьи обетования? А правда ли, что Бог сделает, поможет? А правда ли, что Божье Слово это говорит? Друзья, это знакомый, любимый монолог дьявола, который мы часто слышим в своем разуме. Знакомы мысли? Есть Отец Небесный, есть тоже Отец лжи. Вот как нам важно здесь, друзья, разобраться. И когда у нас что-то получается, иногда нам кажется, что это наша заслуга. Это еще один урок. Когда у нас что-то получается. Вы знаете, друзья, даже медицина современная сегодня кажется, ну, не Бог исцелил, а медицина, доктора, как бы, сделали свою работу, и человек живет. С одной стороны, да, с другой стороны, я вижу что-то намного глубже, намного больше. Я вижу процесс, который люди не видят. Процесс Творца, который дал человеку разум, дал человеку даже неверующему, дал ему мозги, дал ему способность, интеллект достигать каких-то результатов с целью, чтобы он потом прославил Бога. Но человек сегодня не прославил Бога. Он принял эту славу, эту способность присвоил себе, хотя ему ее дал Бог. Бог спокойный сегодня может любой вирус запустить, который медицина, болезнь, никак нигде, будет просто бессильно. И они есть в этом мире, бессильно. И жизнь, мы знаем, что она даже, хоть и врачи, слава Богу, за них, но последнее слово все равно за Богом. Вот почему нам важно понимать, что над всеми процессами все равно есть кто-то выше, кто-то больше. И отвержение его власти, власти Божьей, признание его авторитета в нашей жизни, без этого у человека просто нет будущности. Нет будущности. Но когда человек понимает и принимает этот процесс в жизни, тогда у него есть надежда, надежда, что снова что-то слепится. Когда ты смотришь на осколки, на то, что ты развалился, кажется, нет надежды, когда ты не понимаешь процесса. А когда ты веришь этому Божьему Слову, что процесс идет, он непонятный, согласен, болезненный, согласен, но он идет, тогда стоит ждать и стоит ожидать. И кажется, друзья, вот-вот-вот уже кувшин получился, уже слепил, уже, кажется, все, пересеяли, уже отсеяли, уже, кажется, так красиво выглядит. И самое последнее, печь, печь, огонь, и температуру не мы контролируем. Кувшин не регулирует температуру, а глина просто там находится и проходит этот процесс обжигания. Друзья, вы знаете, что мы в нашей жизни, верующие люди, Бог призывает всех рожденных свыше, духовных людей иметь плод в жизни. Галатам 5, 22 написано, что мы должны иметь в жизни наши плод духа. И дальше перечисляются перечень. Это любовь, это радость, это мир, это долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Все это, вы догадались, это черты характера нашего. Писание призывает нас быть светом, а один из вариантов, как мы можем светить, это нашей реакцией, нашими поступками, проявляя плод духа, проявляя вот эти качества характера. Но чтобы иметь эти качества, плод нужно пройти определенный процесс. Написано в английском переводе, что именно Дух Святой производит в нас плод духа. Это не только наше решение, я пообещал, я решил. Это взаимодействие, когда человек верит, человек доверяет, человек соглашается и дальше взаимодействие, влияние Слова Божьего и Духа Святого на ту глину, которая стает податливой, мягкой, которая принимает, соглашается и дает это право. И вот, друзья, анализ дар и плод. В Писании мы много читаем о том, что нам хорошо иметь плоды, простите, дары духа, дары духовные. Это Божья мудрость, Божья сила, которая помогает нам ориентироваться на земле. Это проявление Божьей славы и силы. нам всем хочется иметь дары. Это хорошо. Написано в Писании ревнуйте о дарах духовных. Ревнуйте. Но давайте сравним дар и плод. Дар, следующий слайд, человек получил, получил подарок, духовный даже дар, человек просто получил по Божьей милости и благодати. А плод, 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 духа, человек взрастил. Можно даже сказать точнее, Дух Святой, Бог в нас взрастил. Дар, подарок мы получаем и радуемся, и оно проходит быстро и безболезненно. Обычно без побочных действий. Плод в нашей жизни, когда мы получаем плод духа, то часто происходит процесс обрезания. Это болезненно, это неприятно, это работа садовника, преобразно, это тоже наш Господь, который работает тоже над нами. А еще есть такой процесс, когда тебя обложили навозом. Ох, сколько здесь не только запаха, а и возмущений. Иногда возмущений больше, чем запаха. А это же тоже работает на то, чтобы плод вырос. И последний вывод очень важный. Дар духовный, любой подарок это мгновение, а плод это процесс. Плод это процесс. Всегда процесс. Разный, но обязательно процесс. Друзья, Писание призывает нас ходить по духу. В русской Библии написано жить по духу, в английской Библии написано walk in the spirit. Ходите в духе или по духу. Когда мы говорим о духовных дарах, плодах, то можно это сравнить преобразно с ногами, которыми мы ходим. И когда мы говорим, то можно преобразно так представить, чтобы, может быть, нам это поможет понять, что у нас должно быть две ноги, которые функционируют правильно. Хорошо. Одна нога это дар Божий, а другая это плод духа. И бывает так иногда в жизни, что вроде бы и есть дар духовный, но характер отвратительный. А бывает и наоборот. Но как важно, чтобы мы не хромали, а чтобы мы ходили, были вводимы духом, и чтобы куда мы не придем, куда нас не привело, чтобы люди не вздыхали, пришел. И все так раз сделали вид, что вас не заметили, потому что с ним что-то пришло. Пришел плод или духа, или другой. И нам важно, друзья, здесь двигаться в правильном направлении. Нам важно, друзья, понимать, что нам важно и одно, и другое. И как нам важно понимать, что процесс для нас полезный. Вы знаете, что характер Моисея, друзья, в Библии написано, что он был кратчайший, самый смиренный, самый кроткий человек на земле. Но я хочу вам напомнить, что он не всегда таким был. Вы помните того Моисея, который увидел, ударил, похоронил? быстро, резко решаются вопросы. Увидел, ударил, похоронил. Вспыльчивый был. А потом, 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 потом называется процесс. И после процесса кратчайший человек. Это результат. Но я думаю, что там глина ныла. мне так кажется. Как и я бываю тоже. Вы не слышите, но когда там с горшечником мы встречаемся, там же иногда бывает все по-настоящему. Вот там и начинается наш диалог. На этой неделе у нас в гостях была одна миссионерка, выпускник миссионерской школы СМБС Авелина Сманы из Латвии. Она рассказала, кто не знает ее историю, она училась в СМБС. Она потом поехала на миссию в Африку. Она не просто поехала, как люди едут иногда и возвращаются. Она поехала с решением так, надолго, навсегда, посвященно. Не раз у нее был билет в одну сторону. И вот она поехала туда на миссию и молодая девчонка 27 ей было, когда она рассказывала вот эти все истории. И вот вы понимаете, она не имея опыта в стройке, не имея каких-то спонсоров, не имея каких-то связей с какими-то большими дядями, она смогла построить церковь, церковное здание, смогла вырыть колодец, понятно, смогла многим-многим людям рассказать о Благой Вести. Она была в тех условиях, показывала фотографии, где она стояла среди мусульманского племени, была в племенах, где нету воды, нету света, и была в местах, где вокруг нее окружают только мужчины, все мусульмане, и среди них стоит твердо одна белая девочка и рассказывает им о Иисусе Христе. Меня впечатлила фотография, когда она там встала на колени и подняла руки, и эти все мусульмане там вокруг нее тоже стали. Она говорила, что я очень хотела в Африке показать Христа, хотела людям просто показать, чтобы Бог через меня показал Христа. Она там усыновила троих детей, не знаю деталей, или взяла на опекунство, много она прошла, показала таких героических достижений. И вот однажды человек, которому она очень сильно доверяла, все доверяла, все, и финансы, и всю информацию, все контакты, у нее не было никаких даже контактов. Она там вела переговоры, ей подарили землю, большой участок земли, подарили, чтобы она могла там что-то построить. И вот она жила в этом доме с этими людьми, которые помогали ей, африканцы, местные, делила, все оплачивала, делила это жилье, вместе с ними жила, кушала вместе. И вот однажды в один день она почувствовала какую-то опасность, такие вопросы, какие-то такие месседжи, что тебя хотят ограбить, тебя хотят здесь что-то забрать, все знают, что ты живешь здесь, белая. Она начала как-то переживать, начала молиться, искать. И однажды постучал вот этот холодный такой стук в дверь, и она говорит, ей сказали очень строго, с тобой нужно поговорить. И с ней поговорили очень строго. Она как раз только вернула с Америки, у нее были деньги, которые люди пожертвовали на проекты, у нее была наличка, и ей сказали, если сократить историю, давай ключи от дома, давай все деньги, весь кеш, и уходи. Сколько лет она посвятила и любила Африку. Вы представляете, как молодой девчонке нужно было стоять тогда на ногах. Просто остаться хотя бы стоять, пропустить эту всю информацию. И интересно, что она говорит, что когда она пыталась выйти, когда ей рассказывали все эти страшные истории, она наняла охрану. Заплатила, наняла охрану. Стояли эти автоматчики, которые ее не выпустили из собственного дома. Охрану, которую она наняла, потому что пока ей там не сказали, пока не отдаст, все деньги не выпускайте. Не помню, сколько лет она там пробыла, точно. Всю наличку, дом заплачен на полгода, все мечты, планы и цели, детей, которых она там взяла, разлучили. она выходит на улицу, она выходит на улицу, ночью, сама. Там еще была пару миссионеров, которые в это время были, посетили. Ее садят на машину, везут, и она говорит, я еду не знаю куда, еду не знаю, какие цели, еду не знаю, что будет. и у меня один вопрос, один вопрос, очень громкий вопрос, громкий вопрос, Господи, почему? Перед этим, когда она попрощалась, она сказала этому черному человеку, что я очень извиняюсь, я приехала сюда, чтобы показать вам Христа, Его любовь, если я не смогла это сделать, я извиняюсь. Еще она ему сказала, что если вы хотите, она попросила у них контакты, за все эти годы контакты, они не были, она так доверяла им целиком, она сказала ей полностью, она им сказала, что вы знаете, что если Бог открыл эту дверь, то никто, и ты ее не закроешь, а если Бог решил, закрыть эту дверь, то она меня больше не интересует. Она вышла, она поехала, Африка, так она описывает, ночь, тишина. Все мои вопросы к Богу, кажется, в ответ снова тишина. Ее предложили, ей предложили тогда в тот момент, сокращая историю, там много деталей, что-то сказать в тот момент, скажи, что? Скажи, скажи, скажи что-то людям, скажи. И вот что она сказала. Молодая девчонка в Африке, после такого, такой подставы, когда ее предали, она встала и сказала, доверяй Иисусу в процессе. Доверяй Иисусу в процессе. Сказала, мое послание было очень коротким. Больше нечего было сказать, нечего было ничего добавить. Я не понимала, я не знала, я только знала одно, я в процессе. Она была у нас, как я сказал, на этой неделе, она снова возвращается в Африку. она снова едет туда. Она снова едет выполнять свое предназначение. Она очень сильно усвоила урок, что я глина в руках горшечника. Разные уроки, ценные, рассказывала. Но самое главное, самый главный урок, я не выпала из его рук. Я выбираю быть глиной в его руке. Я в процессе. Даже, друзья, Иисус Христос, наш Спаситель, который, кажется, Спаситель, Он, друзья, согласился с результатом и с целями, но даже Ему не хотелось проходить процесс. Подумайте. Луки 22, 41 написано, преклонив колени, молился, и вот что Он просил. Он, Господь, просил. Просил, Боже, пронеси чашу сию мимо меня. Если можно, вот чтобы кто-то, чтобы не я, не хочу проходить этим процессом. Мимо пусть пройдет. Цель хорошая, согласен с конечным результатом, но процесс и вот еще один урок. Он говорит, но да будет воля твоя. И дальше, в конце этого местописания очень важная деталь. И пришел кто-то в этот момент и укреплял. Укреплял, поддерживал, давал силы, моральные силы, в первую очередь морально жить дальше. Просто жить дальше моральной силой. Написано, пришел и укреплял. Вопрос, когда пришел? Когда пришло укрепление? Когда пришла помощь? Друзья, еще одно откровение, когда согласился с волей Божьей? Когда верующий, уже верующий, уже христианин, он вроде бы и раньше рассказывал, что он Богу доверяет, но пришел момент в жизни, другой уровень доверия. Он говорит, Господи, ох, процесс этот нелегкий, но да будет воля твоя. Доверяй Иисусу в процессе. Доверяй Иисусу в процессе. Доверяй Иисусу в процессе. Помни, что ты в надежных руках, в Божьих руках есть надежда. Даже если развалился, снова слепит. Снова восстановит. Доверяй Иисусу в процессе. В процессе. В процессе. Друзья, сейчас у нас будет молитва. Я хочу спросить вопрос. Кто сейчас в процессе? Рукой можно не поднимать. Кто в процессе? Если нету сил. Нету сил. Вроде бы все. Понял. Согласился. Но легче не стало. Пусть в этой проповеди у вас спросят, как дела? Смело отвечайте. В процессе. Христиане и дети Божьи, мы в очень надежных руках. Как бы ни было больно и трудно, я сегодня хочу сделать призыв ко всем людям, кто в процессе и кого нету больше сил. Я вас призываю к алтарю сегодня, к горшечнику, который может лепить и восстанавливать. Друзья, я вас призываю. Давайте мы все встанем на наши ноги. И вначале у нас будет только молитва. И во время этой молитвы кому нужна просто помощь? Помощь. Мы будем вместе с вами молиться. Если вы сами не справляетесь, бегите к алтарю. Сегодня это слово, оно может восстановить и исцелить вас во имя Христа Иисуса. Я благословляю всех, кто смотрел нас онлайн и всех, кто находится в этом зале. Будьте благословены во имя Иисуса Христа. Процесс продолжается, значит, будет обязательно результат хороший и плод. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok